всем друзья привет и наконец-то мне пришел долгожданный телефон юмидиджи x он у меня был в роли главного телефона чуть больше недельки я его поюзал потестировал в принципе есть что вам рассказать интересненького забегаю вперед смартфончик интересный довольно прикольный у него есть как и соответственно плюсы так и недостатки сегодня я вам про них расскажу особо вглубляться там в цифры я уже не буду я вам сегодня просто расскажу свои ощущения данного телефона и расскажу как он вообще и так поехали и так для начала мы смотрим что телефон приходит у нас в самой стандартной упаковочке в коробке сам смартфон мануал блок зарядки и кабель и скрепка то есть в основном ничего такого и серьезного нет в принципе других моделях юмидиджи такие же комплектации они больше ничего не ложат в принципе все что нужно положили что же касается у нас самого дизайна он очень прикольный видим на задней части у нас находится три камеры и под тремя камерами такой вот красный лучик смотрится на самом деле это все очень стильно и прикольно не знаю будете ли вы его носить без чехла который идет в комплекте я носил чехлом то есть как бы дизайну прикольные да все круто но я носил чехлом то есть особо я этого дизайна и не ощущал каждый день но если вы будете носить его без чехла то он выглядит прикольно и заманчиво на передней части у нас самолет дисплей он занимает у нас около 95 процентов всей площади экрана что очень хорошо нижняя у нас рамочка она у нас минимальная еле-еле выступает то есть она в глаза не бросается сверху есть маленький каплевидный вырез под нашу селфи камеру в принципе мне такой форм-фактор экрана очень понравился смотрится он реально круто дорого и для телефона такого ценового сегмента я считаю что данный экран очень крутой есть у него конечно один недостаток который мне не понравился и это у нас разрешение а разрешение у нас 1548 на 720 точек маловато конечно 1548 точек это конечно хорошо но 720 я считаю маловато было бы хорошо хотя бы 1080 или вообще было бы идеально 1440 в моем мою за просим плюс там как раз 1440 точек по ширине грубо говоря и картинка смотрится сочно ну прям бомба сочнее хотя просим плюс это флагман 17 года а мы сейчас говорим про бюджетник 19 вот но в принципе могли бы и поставить но я скажу что дисплей не так и плохо вы не подумайте он не фуфло но есть такой вот недостаток просматривая ролики в youtube например я могу выставить максимальное разрешение на 720 качество видео они на 1080 то есть есть такой у нас нюанс но все-таки отображение у нас хорошие качественные цвета у нас сочные тут особо придраться мне кроме этого нюанса не к чему и если подытожить насчет экрана то я им как бы доволен тут ничего сказать не могу в принципе для такого ценового сегмента экран более чем нормальный что же касается производительности то данного икса все более-менее нормально он у нас работает на процессоре helio p60 данный процессор я тестировал на предыдущем телефоне от юми диджи это был f1 и в принципе процессором я доволен он у нас восьмиядерный и частотой 2000 герц и видеоускорителем mali g73 данный процессор мтк он хорош предыдущие были так себе вот а именно по 60 более чем он конкурент snapdragon 836 значит игрушки он тянет хорошо более чем я вон в паб g играл на средних настройках все было хорошо все было отлично без лагов без глюков вот то есть данный процессор меня удовлетворяет по части оперативной памяти у нас тут 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти то есть в принципе 128 гигабайт для фильмов для фоточек хватит более чем 4 гигабайта оперативной вполне вам хватит для ваших игр для вашей работы как для обычного пользователя этих параметров телефонов вполне хватит и если вы не заядлый игрок или геймер вот то вам этих параметров хватит прямо на 300 процентов батарея у данного телефончика достойная 4150 миллиампер часов но у него есть очень хорошая фишка как я считаю по части зарядки этот телефон поддерживает зарядку на 18 ватт заряжается он через юсб тайп си который идет в комплекте сам разъем юсб тайп си это уже как бы технологично нормально и короче very wonderful блочок который идет в комплекте не поддерживают зарядку 18 ватт а всего лишь 12 но если вы купите зарядку на 18 ватт то телефон будет поддерживать и заряжаться быстро ну и принципе понятно что он поддерживает быструю зарядку заряжается быстро особенно если у вас меньше 15 процентов и он там заряжается до половины буквально за полчаса если не быстрее вот и в принципе зарядка я доволен заряжается быстро работает долго на одном заряде батареи если вы не будете его юзать каждую минуту и секунду то он выдержит вам день прям с легкостью и если вас еще будет конечно же отключен интернет камеры у нас их здесь три штуки и они я вам скажу очень очень приколенькие вот небольшие фрагменты видео и фотографии которые я делал на этот телефон вот так значит у нас пишет камера юми диджи x это у нас фронтальная камера как видно она пишет ну вроде неплохо как я смотрю по звуку пока что не знаю у нас сейчас небольшой ветер погода без солнца но солнышко немножечко светит но небольшое в основном у нас хмары облака хмары но вот так пишет у нас фронталочка сейчас у нас пишется видео с передних камер ну я не вижу я думаю что получше конечно будет чем с фронтальной камеры также видео может писаться у нас в широкоформатном режиме то есть как широкоугольные объективы у нас снимают сейчас же снимается в обычном режиме вот вроде нормально надеюсь вот так у нас снимает камера юми диджи x забегая наперед или назад по фоткам на эти камеры фотографии ну вроде нормально даже вроде хорошо когда я приближаю вот детализация камер снимка вернее не теряется вот и для такой ценовой категории хочу заметить что камеры довольно прям хорошие вот так у нас снимает в обычном режиме сейчас же я переключусь на широкоугольный на широкоугольную камеру линзу сейчас же пишется она широкоформатную линзу камеру как я понимаю качество видео у нас упадет потому что камера вроде 5 мегапиксельная если я не ошибаюсь но факт в том что камера когда переключается на широкоформатный режим она хуже снимает как я понимаю по крайней мере там уже на монтаже я все посмотрю вот снимает фотографии она в принципе неплохо лучше снимать фотографии с близкого расстояния то есть когда у вас предмет недалеко от вас потому что когда снимать широкоформатном режиме дальние детали теряется изображение теряется качество изображения и теряется детализация вот значит у нас так пишет наша широкоформатная камера пишет видео значит сзади у нас камера на 48 мегапикселей это у нас основная камера на 8 мегапикселей и на 5 мегапикселей на 5 мегапикселей это нас широкоформатная широкоугольная камера которая снимает неплохо скажем так но до 48 мегапикселей понятно она далеко не дотягивает спереди у нас фронтальная камера на 16 мегапикселей снимает в принципе очень хорошее видео очень хорошие фотографии и для селфи режима это очень неплохая и годная камера камеры меня удовлетворили они хорошие зум здесь также неплох и можете на фотографиях увидеть что при фотографировании на 48 мегапиксельную камеру и при приближении объекта качество его особо не теряется то есть когда вы фотографируете на эту 48 мегапиксельную камеру прям очень хорошие четенькие ну и лично они мне понравились но судить уже вам выбор настроек самих камер он большой можете разобраться там и сетки поставить это как бы стандартная функция и также можете поставить настройки разработчика там уже выставить себе диафрагму выдержку и все другое в общем насчет камер здесь есть чем поиграться что же касается видео то соответственно телефоны снимает как вы видели уже сами неплохое достаточно видео в формате 1080 4k он не снимает потому что это не тот бюджет телефона а 1080 снимают вполне годные что же лично мне понравилось в этом телефоне так это сканер отпечатка пальцев а то принципе его одна из главных фишек сканер отпечатка пальцев реально очень классный это очень классная фича это у меня первый телефон со сканером отпечатка пальцев встроенный в экран и как мне кажется смотрев других техна блогеров покруче меня увы их флагманских моделях сканер отпечатка пальца срабатывал быстрее но это у нас же не флагманский телефон и в принципе как для такого ценового сегмента для такого бюджета сканер отпечатка пальца срабатывает в принципе шустро и быстро на задней части у нас сканера отпечатка пальцев нет это хорошо потому что он меня раздражал он мне очень не нравился также у нас здесь нету никакого сканер отпечатка пальцев есть стандартные графические пароли пароли по цифрам ну и сканер отпечатка пальцев штука реально очень удобная у кого ее не было попробуйте если будет у вас такая возможность там у кого-то взять попробовать друга или товарища но лично для меня это очень крутая фишка у меня на моем из у просим плюс там тоже сканер отпечатка пальца только не в экране а в кнопке это очень удобно ну здесь экран уже пошире сканер в экране это уже новая фишка 2019 года вот и этот телефон как бы ей наделен но я так круто еще у данного телефона очень удобный форм-фактор им очень удобно управлять на его носить он очень удобно держится в руке и он достаточно тонкий ну конечно что не сказать про выпирающие камеры но хорошие камеры нельзя так сделать чтобы они не выпирали ну и либо корпус должен быть телефона намного толще что же мне не понравилось в этом телефоне это звук он здесь просто обычный как в обычных телефонах он не сильно громкий он не сильно тихий в нем преобладают низкие частоты для данного опять же повторюсь ценового сегмента нормальный звук оболочка у нас здесь голый android очень удобен в управлении не нагружает систему и я считаю что если на устройстве на смартфоне стоит голый android это все же плюс чем его минус потому что опять же нет никаких сверху пред настроек и телефон из коробки работает намного быстрее кстати при распаковочке вы также видели что телефон сразу же обновился также я считаю это очень хорошим и большим плюсом так как он вышел грубо говоря месяца два и вот уже как мы видели сразу же компания выкатывает для него обновление то есть юмидиджи работают над своими устройствами и у подруги предыдущий мой телефон юмидиджи f1 который я и подарил то он тоже обновляется с этим никаких проблем нет опять же я считаю что это очень хороший плюс но и подошли грубо говоря к моему личному отзыву про данное устройство если вы хотите себе бюджетный телефон с хорошими параметрами который будет выглядеть стильно с хорошим экраном с хорошим дисплеем с хорошими добротными камерами то можете смело выбирать юмидиджи x он мне понравился реально я его использовал в роли основного телефона дней восемь или девять он меня не бесил ни разу как обычный бюджетный телефон для обычного рядового пользователя пушка гонка 4 ядра 4 все звонко кто знает эти мемчики тот или поймет телефон короче классный ребята вот скоро близится распродажи переходите по ссылкам описании смотрите на него цены если цена вас устраивает посмотрите также его характеристики в интернете на том же алиэкспрессе в нем есть что я забыл сказать nfc есть навигация то есть все эти нюансы которые есть других обычных продвинутых телефонах в нем все тоже есть и что немаловажно для удобства использования сканер отпечатка пальца реально удобная штука а сегодня на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите обязательно как вам данный гаджет что вы про него думаете а может уже кто-то себе его приобрел и им уже пользуются тогда напишите как вам он был рад сегодня для вас стараться скоро распродажа в описании есть ссылка на купоны на алиэкспресс также есть в описании мои личные купоны которые вы можете использовать при покупке 11 11 и соответственно ссылка на данный смартфон всем спасибо всем пока и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok